МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии главного мужского праздника глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Игорь Дральчиков посетили 215-й отдельно моторизированный батальон внутренних войск Министерства внутренних дел России. Обращаясь к военнослужащим, Рашид Тимрезов отметил, что мужество, стойкость и самоотверженность испокон веков были символами российского воинства. И современные защитники Отечества продолжают славные боевые традиции наших предков. Слова искренней признательности адресованы сегодня всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому служба еще предстоит. Мы обязаны продолжить славные традиции прошлого, воспитывая в нашей молодежи дух патриотизма, любви к родной земле и стране. В этом сила и величие нашего государства. Уважаемые защитники Отечества, поздравляю вас с праздником, мира, добра, вашим родным и близким. Далее глава республики наградил особо отличившихся полицейских благодарственными письмами и приятными подарками. Среди награжденных ветеран боевых действий в Чечне делопроизводитель секретной части Ольга Кожанова, служащая во внутренних войсках уже девятый год. Она справедливо считает, что 23 февраля нельзя считать сугубо мужским праздником. 23 февраля и мой праздник, так что мне очень приятно, что нас, как женщины, отмечают в этот праздник, получить подарок из рук и головы. И сама я военная, 9 лет служу, и сын пошел по моим стопам. Так что армия для нас очень много значит. Еще один награжденный Ачемез Акбаев признается, что очень сильно волновался. Подобная награда для него первая за годы службы. Это первая награда для меня. Я очень рад, что получил от рук главы республики ее. Это означает, что мои заслуги перед родиной заметили их командование батальона и глава республики. Буду стараться дальше не подводить своих начальников и достичь новых высот. После торжественного награждения настала пора военнослужащим спецназа внутренних войск показать свое умение. После захвата вражеского БТР бойцы спецподразделения продемонстрировали навыки штурма окруженного здания. Под нестихающие звуки выстрелов и сквозь пелену дыма это выступление выглядело наиболее эффектно. Тем более, что завершилось оно более чем традиционно разбиванием кирпичей, бутылок об голову и эффектным построением. Новое место! Я люблю место! Я люблю место! Светланову! Завершил свою поездку войсковую часть Рашид Тимрезов осмотром военной техники, находящейся в распоряжении батальона внутренних войск. Эта техника под управлением бойцов 215-й отдельного моторизированного батальона всегда на готове, чтобы по приказу в любую минуту дня и ночи выдвинуться для выполнения задания по обеспечению общественного порядка на территории республики. А это военнослужащие одной из восьми пограничных застав на территории республики. Мужской праздник они провели на боевом посту. Иначе нельзя, ведь за их плечами государственная граница. В пограничный наряд бойцы выходят либо пешком, либо на снегоходах, либо на лошадях. Кстати, эти умные животные в наших горных и сложных условиях незаменимы. Вот и сегодня наш пограничный наряд. Мы пойдем на лошадях. Многое в пограничной службе окутано завесой тайны. Точное количество сотрудников на заставе нам не сообщили, ограничившись формулировкой, что их достаточно для успешного выполнения задач по охране границы. Сама граница эта проходит по сложной горной местности. И здесь без лошадей никак не обойтись. Пограничники рассказывают, что такой наряд ежедневный и может он длиться от 4 до 10-12 часов. С этого места начинается 5-километровая полоса до государственной границы. Туда есть необходимость для получения пропуска и гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам. Пропуска можно получать в пограничном управлении и в отделениях пограничного управления для прохода, пребывания, введения промышлого деятельности. За последний год нарушений границы на заставе не выявлено. Но тем не менее бойцы всегда на чеку. И несмотря на сложную, подчас рискованную работу, в целом на заставе все спокойно. Военнослужащие приветливы и улыбаются. Они знают, что дома их ждут семьи. Ну вот это наша кухня. Уютное место в доме. Муж у меня покушать любит, поэтому провожу здесь большую часть своего свободного времени. Зинаида Горбанёва с удовольствием показывает кухню в новой служебной квартире. Просторная двушка со свежим ремонтом. Раньше о таком жиле и мечтать не приходилось, вспоминает она. Служим с 2005 года вместе с мужем. До этого я работала здесь, в Карачаево-Черкесии. А мужу приходилось ездить на север. Естественно, специфика работы была такая, что он по нескольку месяцев дома не был. Иногда до полугода. Тяжело. С детьми двое детей у нас. Предложили устроиться на контракт. Сначала мужу. Потом в процессе устройства мужа предложили мне. Устроились, служим сейчас уже 10 лет. Все время вместе. В новом доме 36 квартир. К зданию подведены все необходимые коммуникации. Здесь есть свет, вода, отопление. В каждой квартире выполнена внутренняя отделка. Во дворе детская площадка. Таких многоквартирных домов для пограничников семь. Они построены на всех погранзаставах республики. Теперь у каждого военнослужащего есть возможность привезти сюда семью свою. Раньше такой возможности не было. Сейчас ближе к семьям. И морально-психологическое состояние военнослужащих, конечно, на высоком уровне в данный момент. Но не расслабляет это близость семьи? Нет, не расслабляет. Наоборот, наверное, у них появляется чувство ответственности за свою работу, за свои семьи. Престиж службы в вооруженных силах в последние годы значительно возрос. Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Вовремя получают жалования. А теперь и вопрос с жильем практически не стоит. Но не только социальный статус и преференции от государства манят в погранвойска столько людей. Служба на границе по-прежнему удел настоящих патриотов. Есть такая профессия – родину защищать. Эту фразу знают не только пограничники, но и каждый военнослужащий. Также называется и всероссийская акция, в рамках которой допризывную молодежи республики познакомили с особенностями работы и бытом воинского подразделения, которая дислоцируется в станице Сторожевая-2. Началась экскурсия самого зрелищного – демонстрации образцов военной техники, стоящей на вооружении бригады. Боевая техника горной бригады сильно отличается от вооружения обычных мотострелковых подразделений. Вместо стандартных бронетранспортеров и боевых машин пехоты в горной бригаде используется МТБ-ЛБ – многоцелевой транспортер, легкий бронированный или, как его называют сами солдаты, мотолыга. Несмотря на то, что по вооружению они значительно уступают стандартной технике мотострелков, по проходимости он их значительно превосходит. А в горных условиях и трудной доступной местности это является основным фактором эффективности. Также будущим защитникам Отечества продемонстрировали и образцы стрелкового и артиллерийского вооружения бригады. Предназначено для уничтожения либо поражения живой силы противника легко бронированные техники в открытых окопах и на обратных скатах высот. Особый интерес у юношей и девушек также вызвали пулеметы и снайперское вооружение бойцов горной бригады. А школьник из Черкесска Али Амироков признается, что давно хотел разобрать и собрать настоящий автомат Калашникова. Давно хотел разобрать автомат именно боевой Калашников. Раньше разбирал обычный муляж. Разбирается легко. Мне очень понравилось, меня очень впечатлила наша боевая техника. Я думаю, наша страна в ближайшее время будет защищена. Так как 34-й отдельно мотострелковая бригада является горной, особое внимание уделяется горной подготовке личного состава. Для этих целей в спортивном зале бригады оборудован скалодром. В этот день для посетителей провели показательные подъемы и дали гостям возможность самим попробовать свои силы, с чем многие успешно справились. Сначала непонятно было, куда лезть. Потом нашел, если когда сливался, потом нашел под легкий путь. Ну и удалось залезть. Если бы не туфли, то, может, было бы легче. Туфли неудобные, скальцидные. Ну, за счет этого падал. Также все желающие могли посмотреть, в каких условиях живут солдаты, проходящие службу в бригаде. Посетив спальни и комнаты отдыха военнослужащих, школьники остались довольны и немного удивлены привычным армейским порядком. Чтобы наши солдаты в бригаде хорошо служили, мы должны проводить совместно с военкоматами работу по воспитанию допризной молодежи, то есть тех людей, которые приходят к нам служить в армию, чтобы они были готовы стать защитником отечества. И у нас это проходится работа постоянно, периодически. Мы работаем с ванкоматом, мы работаем с декторами школ, с главных районов. У нас, ну не то, что каждый день, но, по крайней мере, это раз в три месяца у нас приезжают ребята со школ, с училищ. Тех ребят, которые, значит, со мной приехали, я сейчас спрашиваю, что им очень понравился. Я думаю, у нас есть наряд на 16-й год поступления в военное училище. Но надеемся, что мы закроем наряд на 16-й год по поступлению в военное училище. После окончания всех демонстраций гостей пригласили в актовый зал части, где им представили фильм о службе в 34-й горной бригаде. После чего перед ребятами выступили командиры разных подразделений бригады, которые рассказали о том, какие функции выполняют их подчиненные. А также на своем примере объяснили, что нужно сделать, чтобы поступить в те или иные военные училища. Вы все прекрасно знаете, что очень много есть профессий. Плохих нет профессий, все хорошие. Но вы всегда должны помнить, что у нас в стране испоком веков особым уважением и почетом пользовались защитники Отечества. Поэтому думайте, выбирайте. Данный визит проходит в рамках всероссийской акции «Есть такая профессия – родину защищать», которую проводит Министерство обороны Российской Федерации. Главная цель акции – рассказать до призывной молодежи о преимуществах военного обучения и контрактной службы, а также укреплении авторитета российской армии. Ну а те, кто уже отдал свой воинский долг родине, 23 февраля мог легко вспомнить свое армейское прошлое. Мэрия Черкеска при поддержке Центра военно-патриотического воспитания молодежи и городского военкомата организовали квест-игру. Задача по координатам и подсказкам – найти четыре точки на карте города и уже на месте выполнить определенное задание на военную тематику. Стать участником квеста мог каждый желающий мужчина старше 25 лет. Таким современным и понятным молодежи способом организаторы игры хотели не только повысить интерес к воинской службе, но и показать преемственность поколений защитников Отечества. Наиболее яркие, наиболее близкие примеры для каждого молодого человека – это те люди, которые живут рядом с ним, которых он видит каждый день на улице, дома, во дворе. То есть это люди, это мужчины, которые когда-то по призыву служили в рядах вооруженных сил и Советского Союза в дальнейшем, Российской Федерации, вот хотели показать детям связь между поколениями. Четыре точки в городе, которые еще нужно было найти по координатам и подсказкам, и четыре задания, которые еще нужно было выполнить. Первым заданием для меня стала сборка-разборка автомата Калашникова. Норматив для этой дисциплины порядка 40 секунд, но мой результат далек от совершенства. Вроде все, посмотрите, лишних деталей не осталось. Лишних обычно не остается, контрольный спуск и предупреждение. Я справился с заданием? Да. Автограф, пожалуйста. Мой результат – полторы минуты, но нет времени переживать. Из-за этого впереди новые задания. Итак, вот стол, где мне нужно выполнить следующее задание. Как я понял, зарядить магазин патрон. Какой норматив? Норматив 30 секунд. То есть патрон, секунда. Ну давайте, я готов. И здесь я показал не очень хорошее время, превысив норматив почти в три раза. Единственным заданием, с которым мне удалось справиться за отведенное время, стало надевание противогаза. При норме 8 секунд я уложился в 7.15. Но строгое жюри приплюсовало к моему результату штрафные 5 секунд за неправильную укладку противогаза в сумку. Итого 13.15 и шансы побороться за призы становятся призрачными. Последняя надежда на достойный результат – завершающее задание. Необходимо было просто провисеть на перекладине как можно дольше. С одной стороны все просто, а с другой – задание требует немалых физических усилий. Минута 35 и стало понятно, что победы мне сегодня не видать. И пока жюри подводило итоги, участники в нетерпении ожидали вердикта судей. Вот такая замечательная группа поддержки сегодня еще одного участника. Как вас зовут? Андрей. Андрей, что вас подвигло выступать? Сложный вопрос. Как бы вспомнить какие-то навыки, которые где-то уже подзабылись. И интересно посмотреть, что-то говоря, чтобы гораздо больше участников. Встретиться с своими друзьями. Церемония награждения победителей прошла в духе праздника. После торжественного поднятия флага России к участникам обратился военком города Черкеска. Поздравляю вас с праздником Дня защитника Отечества. Желаю вам мирного неба, наоборот, семейного благополучия. И хочу поблагодарить всех тех, кто организовал, кто принял участие в этом замечательном мероприятии. Не забывайте, что военная служба всегда уехала с долгом и обязанностью каждого мужчины нашей страны. Четыре задания, четыре победителя. Каждый из них получил подарок на военную тематику в напоминании об участии в первом городском патриотическом квесте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова